Благодать и мир Божий да умножится в сердцах ваших, дорогие братья и сестры. Место Священного Писания, которое я желаю сегодня прочитать, записано в Римлянам, 12 глава, с 1 по 2 стихи. Римлянам, 12 глава, с 1 по 2 стихи. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Итак, умоляю вас, братья, Бог не желает, чтобы мы просто бегло пробежали, ну, Он желает и говорит, умоляю вас, братья, через апостола Павла. Это не говорит, что, ну, когда найдется время, когда тебе будет удобно, ну, подумай об этом, получится, не получится. Нет, дорогие друзья, это горячая просьба с дальних времен. Подобно, как дети порой умоляют родителей или родители умоляют своих детей, ведь каждый из нас согласится, что именно благодаря исполнению этих ролей в жизни мы и учимся различать простую просьбу от горячей мольбы. Ведь чем ценнее предмет, на другой стороне просящего, тем сильнее становится просьба. Просьба, накажите меня, я этого заслужил, не будет звучать столь настойчиво, как купите мне iPad. Разговаривая со своей дочерью, она и то понимает, что наказание, да, оно нужно. Я понимаю, есть дети исключения, которые действительно ходят по воде, но у меня таких нет, наверное, все приняли от меня. Но, дорогие друзья, хоть и понимают, что надо, хоть и понимают, что важно, никогда ребенок не скажет, накажите. Но iPad попросит и будет сильно просить. И апостол Павел, дорогие друзья, обращается к нам и говорит, умоляю, в своей жизни вкусивши благодать Божью, в своей жизни вникая в волю Божью для человека. Он напишет об этом потом в послании филиппинцам 3 главе, что все, что он подсчитал за привилегии, все его достижения, он скажет, я все это посчитаю за ссор, за мусор, это все ничто. А ведь у него тоже были мечты, у него тоже были определенные цели, он был человек, как и мы. Но, встретившись со Христом, все в его жизни поменялось. В познании его воли немало было открыто Павлу о вот этой бездне, богатстве, премудрости, ведении Божьем. Он принимает четкое решение, у него теперь будет новый девиз. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. И вот, дорогие друзья, вот, находясь в таком состоянии, в своем жизненном состоянии, вот на вот этой духовной высоте, понимая, насколько блескнет все, что мы порой ценим при славе и величии Божьем, он обращается к нам с тех времен и говорит каждому, брат, сестра, умоляю милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву. Насколько противоположно вот это пожелание или даже не пожелание, а это мольба звучит с голосом нашего времени, который пропитан гуманизмом, самолюбием, самовлюбленностью, угождением своих желаний и тому подобное. Сегодня не так уж популярно быть жертвой. Люди порой готовы прикидываться жертвой, чтобы получить какие-то льготы, но как только дело доходится, чтобы поступить с ними как жертвой, жертва сразу становится хищником. Мы много говорим о жертве, мы много рассуждаем, мы вроде бы и понимаем, но когда дело приходит, исполнить это в своей жизни, мы понимаем, насколько это не всегда легко и порой очень-очень сложно. Да, мы понимаем, что жертва должна нам чего-то стоить. Жертва не может быть удобной для нас. Жертва, она не должна быть выгодной для нас. Она принесет пользу в нашей жизни, но мы никогда не должны приносить жертву. Ну вот, желая что-то получить взамен для себя и особенно для обогащения или еще чего-то. Наоборот, мы должны почувствовать убыток, когда мы действительно приносим жертву. И как я сказал, когда приходит время действительно сделать это в жизни, приходит искушение выбрать что-то поудобнее, сумму сделать поменьше, служение повыше. И не всегда мы справляемся с этими искушениями в своей жизни. Некоторые примеры приведу из личной жизни, с которыми столкнулся. Вот, интересный момент бывает, да? Мы с женой на прошлых выходных планируем, как пройдет эта неделя. Свободный день, суббота, пару вечеров, чем же замемся, все так прекрасно, хорошо. И вот в понедельник приходит мне сообщение, которое полностью перечеркивает все мои планы. Давид, можешь сказать слово «воскресенье»? Прихожу домой после работы, половинка встречает и, как обычно, напоминает, ты ж не забудь, вся неделя впереди, все хорошо, приятно. Я улыбаюсь и говорю, планы поменялись. И знаете, ну, мы же одно, и она повторяет, возможно, то, что и в моей голове нередко проходит. Вот, братья как будто подслушивают. Как только услышат, что свободный день, сразу напишут, можешь слово сказать. И, конечно, дорогие друзья, ни в коем случае это не в обиду братьям, наоборот, это должно так быть, это должно так происходить. И мы понимаем, мы понимаем, что не братья подслушивают, а что Бог все видит, Он за всем наблюдает, и время от времени Он проверяет, как мы будем поступать, какие выборы мы будем делать в нашей жизни. Будем ли мы стараться подстраивать служение под себя, или все-таки будем прилагать, подстраивать свою волю, свои планы, свои графики по служению Божьей. И, дорогие друзья, не всегда получается, и не всегда получается делать радостно, но это о чем и говорит апостол Павел. Представьте тела ваши в жертву. Это должно нам что-то стоить. Мы должны будем чем-то пожертвовать. Мы должны будем от чего-то даже отказаться. Порой даже того, чего мы сами искренне желаем. И порой это не будет только зависеть от меня, но порой это будет зависеть от всей семьи. Я далеко не один, кто встречался с такими моментами в своей жизни и по сей день встречается, когда действительно приходит делать изменения своему графику полностью, чтобы действительно исполнить волю Божью. И не только в вопросах служения, дорогие друзья, мы всецело должны представить себя как жертву живую, святую, благоугодную Богу. Внешний вид – одна из болезненных тем. И не только нашего времени, дорогие братья и сестры, всех времен, если внимательно посмотреть, изучить. И воспаление в основном одно – «Писание учит, представьте тела ваши в жертву». Да, возможно, я так хочу, но я пожертвую. Интересный момент произошел у меня на работе. Была возможность подать на другую позицию в госпитале. Подал, меня приняли. И теперь я работаю секретарем директора всех медсестер в госпитале. Раньше я работал в офисе, никто меня не видел. Порой даже кроссовки я делал на работу, брючки, футболочку. Главное, чтобы был воротник. И вот теперь, так как я нахожусь совсем в другом помещении, в главном офисе, там находятся директоры и все остальные, у меня была возможность сесть со своим начальником и задать ей пару вопросов. Так как информация от всех идет разная, я ей задал напрямик и говорю, какие ожидания у тебя насчет моего внешнего вида? И вот интересный ее ответ. Она говорит, ну, теперь ты будешь работать в офисе директора, замдиректора. Здесь проходят очень важные люди. Ты мое лицо, ты представляешь мои интересы. Не говорю тебе носить галстук и пиджак, но минимум ты должен ходить в брючках, ремень, туфельки, рубашка. Мы, конечно, все понимаем, что на стройку так не пойдешь, всему свое время. Но вот на что хотелось обратить внимание, дорогие друзья. Человек дорожит своим положением, можно сказать, в обществе, на работе и желает, чтобы лицо, представляющее ее интересы, лицо, которое будет обращаться к другим от ее, пользуясь ее властью, чтобы это лицо отражало ее ценности, ее интересы. Мы, друзья, представители святого Бога, куда еще выше, куда? Мы не представители мира всего, мы не представители моды сей, мы представители самого Бога. Дай Бог нам почаще вспоминать об этом, что Бог, он желает, поверьте, он желает, и он об этом говорит не раз в своем слове, он желает, чтобы мы, как его представители, отражали его ценности, его взгляды на жизнь, даже в своем внешнем виде. И есть места Священного Писания, которые подтверждают это. Наши слова, наша речь. Я помню, вот, когда вернулся с армии, ну, набрался очень много плохих, гнусных слов. Находясь в общении в основном с англоговорящими людьми, я, друзья, очень потерял умение владеть русским языком. Я не мог даже выговорить предложения. Вы можете спросить у моих родителей. И вот я помню, когда возвращался в церковь, посещали такие мысли, вот, легче не следить за словами, да? Ну, там проскользнуло, там проскользнуло, что поделаешь? Ну, не так учит Писание. Представьте тела ваши, кому, не мне, а Богу, же Твай. Пришлось поработать, пришлось почистить. Помню, когда тоже вставал вопрос русский, английский. Помню, даже когда первый раз меня поставили за кафедру сказать проповедь. Я не то, что английский не вспомнил, я вообще ничего не мог вспомнить. Пришлось поработать, пришлось представить тело свое в жертву. Прошло немало времени, дорогие друзья, и Бог открыл мне. Бог открыл мне очень важную истину, что среди нас еще есть люди, еще есть наши старцы, но которые не угонятся за нами и за нашими способностями, не угонятся. Они здесь находятся, как в чужой стране. Нам этого, возможно, даже никогда и не понять. И когда они находятся среди нас, когда они находятся в церкви, когда они находятся в общении, это вот место утешения, где дует, веет вот этим теплом, родным языком, теми песнями, теми вспоминаниями. Представьте тело ваше, особенно молодежь, подростки. Не спешите так быстро все это откидывать. Ведь Господь желает использовать каждого из нас для разумного служения в церкви своей. Да, возможно, я так хочу. Да, возможно, мне даже так легче. Но Слово Божие сегодня гласит, апостол Павел сегодня обращается и говорит, «Представьте тела вашей жертвы». Дорогие друзья, Господь благословил нас силой, разумом, памятью. Дал нам такую великую возможность. Не выкидывайте ее просто зря. Но и английский же, конечно, подтягивайте. Будучи сам англоговорящим, порой бывает стыдно. Русский не выучили, английский тоже. И английский нужно подтягивать. Господь даровал нам великую честь стоять твердо на обоих сторонах, заботиться о нашей церкви, заботиться о наших старцах. Но и также, когда мы идем на работу, когда мы находимся среди неверующих людей, наша речь, все, что мы делаем, это должно свидетельствовать, представлять интересы самого Бога, которому мы служим. Наши очи о вадоне носитимы. Да, я хочу посмотреть, но вопрос, а желает ли Бог, чтобы я смотрел то, что я смотрю? Сегодня многое просматривается молодежью, подростками и уже взрослыми. Много. И порой мы даже не замечаем, насколько наши очи уже смотрят то, что мерзость пред Богом. Мерзость. И мы себя не останавливаем. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную». И это, дорогие друзья, лишь только пару моментов, которые я заметил лично в своей жизни. Я уверен, каждый из нас сможет углубиться еще дальше, еще глубже и найти вот эти места, где можно внести изменения, поправку, чтобы действительно нести разумное служение. Мы долго еще можем об этом говорить, но мое желание, чтобы это осталось для нас как домашнее задание, чтобы на протяжении этой недели мы сами, пересматривая свою жизнь, с помощью Духа Святого могли найти вот эти моменты. Наши тела, все, все цело, все, что мы есть, мы должны представить жертву живую, святую, благоугодную Богу. Есть о чем подумать тем всем нам, кто уже приняли святого водного крещения и давали обещание Богу служить, иметь добрую совесть. Для всех тех, кто принимает крещение, дорогие друзья, действительно задайте себе вопрос, на какой путь вы становитесь. Угождение себя, своих целей, и потом, ну Бог же благословит, не такой вопрос должен стоять, а что повелишь мне делать. И апостол Павел сегодня говорит об этом. Представьте, представьте, само слово имеет два значения. Представьте, как будет хорошо, когда закончится коронавирус и все эти протесты. Не означает, что это так и произойдет. Но в своем уме мы можем вообразить, мы можем об этом подумать, мы можем даже насладиться этим сладким утешением. Но представить, о чем говорит апостол Павел, сделайте, предъявите, сделайте так, чтобы это произошло, это уже совсем другое. И хотелось даже вот, и здесь размышляя над этим, друзья, хотелось бы, чтобы в нашей жизни отражались два очень важных стриха. Когда люди что-то представляют кому-то другому, нередко чувство особой гордости, достоинства сопровождает человека и старается как-то вкратце в его сердце. И это в корне, дорогие друзья, если будет происходить в нашей жизни, это в корне будет неправильно. Когда мы порой, может, нечаянно, а может и нет, думаем, что вот посмотрите, какую я жертву несу, посмотрите, вот сколько я в церкви делаю, вот посмотрите. Посмотрите, что повезло всем вас, вам, что я здесь есть. Вот какие мы прекрасные и готовые сосуды для употребления в Доме Божьем. Друзья, это гордость. И в нашем подсознании рыскают вот эти греховные мысли. Никто, ни один проповедник, ни один пресс-свитер, ни один духовный человек не исключение нападки сатаны. Когда он старается поймать нас в этих мыслях и как-то вовлечь нас в это русло. А Писание говорит, Бог гордым противится. И если мы будем так поступать, если мы будем гордиться, вся наша жертва, вся наша жертва, это будет мерзостью пред Богом. Мы можем обмануть людей, мы можем обмануть близких и родных, но с Богом, извините, дорогие друзья, может, за грубость, с Богом этот номер не пройдет. Он смотрит глубже, он смотрит в мое сердце, исследует пути. И очень важно, чтобы каждый из нас стоял на страже своего сердца и заботился о том, чтобы когда мы представляем тела наши в жертву для Бога, чтобы сердце наше, мысли наши были на правильном пути. Пару примеров, которые вспоминаются мне. Помните вот этого маленького мальчика, который принес пять ячменных хлебов и две рыбки. Вот как вы думаете, когда его попросили, чувствовал ли он достоинство? Пять тысяч людей ждут покушать. Я уверен, не только мальчик и ученики стояли перед вот этой огромной проблемой. Господи, а как? Какими силами? Чем? Вот что у нас есть, это ничто. Это все то, что мы можем принести. Как бы хотелось, чтобы в моей жизни, в жизни каждого из нас, когда мы представляли жертву Богу, чтобы вот эти чувства наполняли наше сердце, чтобы мы были подобны вот этому мальчику. Не посмотри, Господи, какие таланты я тебе несу. Вот, воспользуйся мною. А, Господи, все, что я есть, вот тут все, что у меня есть, я больше не могу. Пожалуйста, восполни все остальное. И Господь обязательно сделает уйма примеров. Господь обязательно будет действовать через такие сосуды. Будет слава Божия спускаться, наполнять будут действия. И как важно, чтобы вот когда это все будет происходить в нашей жизни, чтобы мы не повторили ошибку Лицефера. О, смотрите, как все на меня смотрят, какой я хороший, умный и красивый. Но чтобы в этот момент мы вспоминали вот этих старцев в откровении, которые прожили свою жизнь, многому научились. И делая круг всей своей жизни, они склонятся к предпостолам, снимают свои венцы, клонятся и говорят, один ты достоин славы. Даже вот то, что кажется, мы заслужили в жизни, это ж вообще не наше. Это все цело принадлежит тебе, как хотелось, чтобы и этот штрих сопровождал каждого из нас в нашей жизни. Когда Господь будет благословлять, когда Господь будет действовать, показывать чудеса, чтобы вот эти гордые мысли, которые дьявол посылает в наше сердце, чтобы они не вкрались, не навредили, но чтобы мы всегда вот с таким благоговением, с таким трепетом склонялись пред Господом и говорили, Господи, не только говорили, а и жизнью показывали, Господи, тебе единому вся слава и честь. Не моим талантам, не моим способностям. И это очень важно, дорогие друзья, потому что Бог не желает просто служения в церкви. К сожалению, сегодня это очень сильно утрачивается. Но Он говорит о Боге. Он же сказал Христос. Давайте будем смотреть, слушать. Писание говорит для разумного служения. Если мы желаем познать волю Божью в наше сердце, в нашей жизни, мы не сможем это сделать, не познавая волю, мы не сможем это сделать, не имея разумного служения в нашей жизни. Можно ходить в церковь на протяжении всей жизни, можно петь в хору, можно выходить, говорить проповедь каждое воскресенье. Но если я это все делаю и не представляю тело мое в жертву святую, живую, благоугодную Богу, Писание говорит, что воли Божьей нам в жизни не познать. Дорогие друзья, это очень серьезно. И, возможно, пусть это будет страшно, кого-то и напугает. Но мы должны понимать, что это истина. И если мы не желаем, чтобы это произошло в нашей жизни, апостол Павел обращается ко всем нас и говорит, умоляю, умоляю, братья и сестры, умоляю, церковь Божия, умоляю, думайте об этом, пока время есть, думайте об этом, пока вы здесь на земле, умоляю вас. и не только думайте, а представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Да благословит нас Господь в исполнении слова сего в нашей жизни, да поможет Он нам сделать это с огромным усердием, желанием и также осознаванием нашей немощи и благодарности Богу, что несмотря на все это Он встречает нас и помогает идти дальше. Аминь. Помолимся. Спасибо.